Здоровье это еще не все, но все без здоровья ничто. Поэтому ближайшие полчаса посвятим полезной информации. Аллергия стала постоянной спутницей для многих из нас. И с каждым годом число аллергиков возрастает. Это связано со многими факторами – с экологией, питанием, неправильным образом жизни. В продуктах, которые мы едим, скрываются ароматизаторы и консерванты. А в помещениях, где мы живем и работаем, есть пыль и мельчайшие клещи. Просто, едя по улице, мы вдыхаем целую таблицу Менделеева. И даже в мягких игрушках и домашних коврах нас могут поджидать неприятные сюрпризы. Аллергия, как известно, не лечится. Но как быть, если она докучает утомительным насморком, сыпью, зудом? Ну, разбираемся сегодня. К нам в гости пришел профессор Симаков. Добрый день, Александр Анатольевич. И обещал нам разобраться в этих сложных вопросах. Да, добрый день. Ну, поговорим об аллергии. И, в общем, не случайно о ней заговорили мы сегодня. Несмотря на то, что началось лето, но, тем не менее, продолжается пора цветения, летают насекомые. Ну, и много чего еще специфического происходит именно в это время года. Александр Анатольевич, каждый человек знает, что иммунная система – это наш щит, меч и кольчуга. Но, на самом деле, вот что такое эта иммунная система, из чего она стоит, где она в нашем организме спрятана, может быть, в общих чертах вы нам расскажете. Ну, это так у вас пряба по иммунной системе. Это достаточно, я хочу сказать, и с одной стороны изученная, и с другой стороны мало изученная система, которая ответственна за различные состояния, за предотвращение, чтобы больного не развивалось, например, инфекционные заболевания, онкология и так далее. И вот аллергия, поскольку сегодняшний фокус передачи на нее именно нацелен, это как раз сбой иммунной системы того, чтобы организм не реагировал на аллергию. Вот, на мой взгляд, совершенно логично, что ваша передача выходит вот именно в это время, когда, как вы уже сказали справедливо, бурно расцветают всякие растения, цветы, и сейчас огромное количество людей страдает от аллергии. Аллергии они же не случайно называют болезнью века, потому что я читал статистику, 85% населения всего земного шара в той или иной форме страдает аллергией. И очень часто, да, задается вопрос, а что это вообще такое? Мы же вы правильно сказали, идем по улицу, и наши кожные покровы, глаза, легкие, контактируют с внешним миром, с пылью, с бактерией. Ну, у одних она развивается, эта реакция аллергическая, а у других нет. Поэтому аллергия – это патология, однозначно, это сверх такая реакция, повышенная реакция на чувствительность организма к различным агентам, и как внешним, и так, к сожалению, и внутренним. То есть те вещества, которые могут провоцировать аллергию, находясь внутри организма. Поэтому даже можно сидеть в стерильной комнате, в абсолютном боксе стерильном, и в то же время страдать аллергией. – Александр Анатольевич, вы сказали, что 85% по статистике связаны так или иначе с этим. А по своей практике вы можете сказать, что да, вот конкретно у нас, например, в Самарской области, это проблема? – Конечно, она проблема везде, не только в Самарской области. Сейчас только был недавно в Соединенных Штатах, в Италии, там точно то же самое. Страдают люди, страдают даже животные. У меня собака, например, я ее покормил зелеными яблоками, она хрупит, любит у меня яблоки, и вся в волдырях, что называется, вздулась. Животные, в том числе, страдают и реагируют на аллергию. Поэтому это абсолютно патологическая ситуация, и она требует лечения. Я не совсем с вами согласен, ваши приемы, когда вы сказали, не лечится. Она может, более правильно сказать, не излечивается до конца, но она все-таки лечится. – Гасится, наверное. – Ну, это тоже ведь лечение. Она снимает, например, лечение снимает такие острые симптомы, которые позволяют человеку нормально существовать. – Да, вот сейчас мы прям буквально через несколько минут будем с этим разбираться, но я у вас еще вот о чем хотела просить. Очень часто пациенты путают аллергию с другими заболеваниями, чаще всего, наверное, с простудными, начинают капать капли, пить таблетки. Понятно, что это облегчение не приносит, и это пустая трата времени. Вот почему так важно разбираться именно в симптомах аллергии? – Совершенно верно. И не только, кстати говоря, пациенты путаются, но в том числе и медицинские работники, когда впервые видят у себя на приеме пациента, они думают всегда аллергического происхождения данной ситуации или, например, простудного. Потому что это разные лечения и разные, например, ситуации. Например, простудные, заразные, ОРЗ, грипп, а аллергия, она не является, к счастью, заразной, она сугубо индивидуальна. Пациент индивидуален в аллергии до бесконечности, потому что у одного человека есть реакция на эту пыль, другого нет. Есть реакция, например, на лекарственные средства или продукты какие-то, у другого нет. Поэтому это первое и важное. То есть врач всегда пытается дифференцировать, как мы говорим, отличить простудные заболевания от аллергического. Но самое интересное, что есть формы аллергии, которые, например, не только простуду нам имитируют, а, например, заболевания желудочно-кишечного тракта, так называемая энтеропатия аллергическая. Когда у человека клиника гастрита, либо панкреатита, либо какого-то колита, поноса или там, например, боли в животе, в животе кишечные колики, мы их называем, запор, может быть, рвота, и пациент начинает лечить какое-то заболевание, например, ферментами, антибиотиками и так далее. А это на самом деле, попав аллерген в организм, он вызывает реакцию желудочно-кишечного тракта, энтеропатии, что это называется, которые связаны с аллергией. Поэтому все вот эти ферменты, антибиотики, они не помогают. То есть это проблема не только имитации бронхолёгочной патологии, которой мы часто встречаемся. Это вот аллергический ринит, конъюнктивит, аллергический поленоз. Самая крайняя степень выражения – это бронхиальная астма. Ну и другие проявления. Вот это мы сказали про желудочно-кишечное. Многие инфекционные заболевания несут в себе компонент аллергизации. Ну, например, человек заболел обычной пневмонией, и к нему подключаются элементы, аллергический компонент, когда там антигены вырабатываются, антитела, они образуют комплексы. Вот этот комплекс начинает патологически действовать на сосуды, на сердечную мышцу, и только усиливает, ухудшает заболевание. Поэтому эта проблема такая сложнейшая. И она активно сейчас изучается везде и всюду. Ну и в том числе, конечно, сами пациенты должны об этом знать. Но они это знают. Ну это знают, наверное, те люди, которые много лет страдают. Но ведь, в общем, насколько я понимаю, аллергия может настигнуть в любое время и в любом возрасте. Где хотите и на что хотите. Совершенно необъяснимо на все буквально. Вы уже говорили, это и пыльца, и пыль, это любые абсолютно продукты, продукты, любые лекарственные средства. Это домашние клещи, которые в подушках поселяются и вызывают аллергии. Это шерсть животных различных, не только и собак, кошек, но и птиц часто садишься и так далее. То есть это такая большая проблема, которая, она, конечно, требует того, что ее активно изучали и принимали с ней речи, лечили в том числе. Ну получается, что все-таки главное разбираться, наверное, не самому пациенту, что у меня аллергия, а врачу, которому обратился. У нас есть врачи-иммунологи, аллергологи, специальную специальность вызвала. Но мы обычно доходим, когда что-то совсем тяжелые формы, например, бронхиальной астмы, или каких-то других состояний. А обычные состояния все-таки врачом-терапевтом, общей практикой, они достаточно легко купируются, я бы так сказал. Другой вопрос, что как и правильно подойти к решению, к лечению этой проблемы. Ну вот я уже позволила, я уже позволила себе начать с вами спорить по поводу того, что аллергия не лечится или лечится. Давайте все-таки тогда хотя бы поймем, что можно с этим сделать. То есть, ну, окончательно избавиться нельзя, правильно? Нельзя. Пока так мы в науке определились, пока нельзя. Ну, облегчить симптомы, устранить достаточно возможную ситуацию. Александр Анатольевич, а вот на что именно действуют лекарства от аллергии? Как они работают в организме? Ну, основной вот изученный механизм, это так называемый тучный клет, который вырабатывает гистамин. Вот именно вот это вещество в организме, гистамин, и обладает клиническими проявлениями на клинику. То есть, если это, например, крапивница, вот это гистамин, изменяет проницаемость сосудов, и поэтому человек краснеет, кожные покровы, красные, волдыри возникает, зуд. Это крапивница. Она бывает острая, между прочим, бывает хроническая форма свыше шести недель, может длиться, и буквально изматывает человека. От него не умирает от крапивницы. Но она на такой степени изматывает пациента, что он не может ни работать, ничего. Я знаю очень многих людей, которые, например, живя в какой-то области, берут отпуск и уезжают на то, чтобы избежать контакта с аллергенами. Когда цветет какая-то трава, свой отпуск тратить на то, чтобы не болеть. Есть, между прочим, проявления аллергии более серьезные. Например, астма бронхиальная, которая очень часто принимает тяжелые течения и осложняется. И уж совсем ужасающе стоит анфилактический шок с очень высоким процентом смертельных исходов, когда организм остро так реагирует. Это гиперреакции на аллерген. Вы знаете, у меня есть очень много знакомых, которые с приближением весны начинают чихать, кашлять, вытирать слезы. Это аллергические риниты, это конъюнктивиты аллергии, это поленоз, они уже к этому готовятся. Вот я вам хочу сказать, как они к этому готовятся. Они смотрят телевизор. Вот каждые 20 минут идет реклама такого-то лекарства. Они бегут в аптеку, аптекарь может посоветовать что-то другое, либо же даст вот это. Но, наверное, это все-таки неправильно. Как выбирать лекарства? Мне вот представляется, что у вас всегда верная конструкция передачи вашей. Вы ведь тоже можете рекламировать какой-то препарат, но у вас всегда в здоровье есть как беседа врача и вас. То есть врач должен рассказать. Мне же все равно хочется от врача узнать секрет какого-то конкретного препарата. Не все, что там показывают в телевизоре, подходят всем. Первый основной класс препаратов, которые используются для лечения аллергии, это так называемый класс антигистамина. То есть гистамин, который выделился клетками, он должен быть связан, дезактивирован. И этот класс, он очень обширный. Сейчас выделяют три поколения антигистаминных препаратов. Причем первое поколение, которое мы все знаем, оно прям древнее. И, к сожалению, в России очень широко используется. Потому что они старые, сочи, они были первые, они сыграли свою роль. Но сейчас аллергию этими препаратами современные врачи не лечат. Почему? Потому что у них очень много побочных свойств. Самые большие побочные свойства препаратов первого и второго поколения, а их всего три, это они проникают через так называемый гематенцифалический барьер, то есть в голову, и человек становится как одурманенный. Он сонлив, он не может нормально водить машину, управлять сложными механизмами, у него кратность приема, и это и нарушает его способность. Поэтому вот эти все препараты, о которых мы говорили, старые, они вот в современных странах ушли в небытие и не применяются. И прежде всего, конечно, за счет развития побочных свойств. То есть они не специфические блокаторы вот этих рецепторов по выработке нистамина. Они все блокируют. Это то, что нужно, и то, что не нужно. Человек становится сонлив, и они думают, что это снотворное, это антигистаминный препарат с очень плохим побочным свойством в виде сонливости, седации. Александр Ильич, ну а все-таки можете порекомендовать какой-то препарат последнего поколения? Так вот, хотя бы для примера. Ну вот я своим пациентам сейчас назначаю при такой нещадной аллергии, которая у нас выражена в Самарской области, этой полыни там столько цветет. Это, конечно, фексофаст. Фексофаст, я слышала про него. Фексофаст, это третье поколение. Он не проникает через гематенцифолический болезнь в голову, и поэтому никакой сонливости, никаких, значит, нарушеседаций, никакой вот этой вот дезориентации. Человек абсолютно может водить транспорт, он может работать со сложным механизмом, и знает, что там не заснет он около него. Знает, что сотрудники ДПС тебя не установят, и не будут говорить, что это весь какой-то не такой. Потому что это часто бывает. Мои пациенты рассказывали, мы выпили от аллергии старый препарат первого поколения, и вот едем на машине, она спрашивает, а что это вы какой-то, не какой-то, какой-то то ли спец. Доказывай потом, что у тебя аллергия. Везут на свидетельство, смотрят, не наркотики, или что-то там еще такое. И вот этот фексофаст, это третьего поколения, один из самых современных препаратов. Кстати говоря, у нас были попытки вывести тоже еще, не только это, на препарат, который делает микролаб. Микролаб. Есть такая огромная, преогромная индийская компания, она в 60 странах представлена. То есть, громадное фармацевтическое объединение, там много групп, они входят в состав, значит, микролаб, микролаб вот этот вот, и они разработали вот этот препарат, значит, фексофаст, который применяется один раз в день. А вот как быстро наступает эффект от него? Ну, он всасывается уже через час, через несколько часов, симптомы крапивницы, то есть покраснение, зуд будут, симптомы, например, ренита, насморк, чихание будут исчезать, там, две дозировки, их надо правильно применять. Это есть сезонный ренит, когда на, на, на реагируешь время, цветение. А есть, между прочим, рениты, которые вне сезонные, круглый год. Круглый год сморкается человек, у него бесконечное выделение, окружающие на работу думают, что он постоянно болеет, шарахаются от него. Многие, например, в Штатах даже видел ситуацию, когда они предложили уволиться, они думают, что он больной, он их заражает. Там доза фиксофаста чуть-чуть повыше, 180 миллиграмм, мы назначаем всего один раз в день. И 120, когда сезон, и она более легкой течения. Еще об аллергии, Александр Анатольевич, а скажите, пожалуйста, почему есть статистика, что аллергии чаще всего страдают люди молодые в возрасте, от 20, там, примерно до 35 лет? Раньше было, сейчас уже безразлично. Сейчас в любом возрасте страдают. Поэтому это было раньше. Сейчас страдают и пожилые, и нет никакой связи с возрастом. Все изменяется до такой степени, вот эта вся, вся жизнь экологическая, что возраст потерял свой. А вот какая аллергия считается самой распространенной? Есть менее что пищевая, или же нет? Вы с каким проявлением чаще всего сталкиваетесь? Есть такое понятие поливалентное. То есть поливалентное, когда на несколько аллергенов возникает. Пищевая, ну, наверное, ведь очень многие продукты, особенно цитрусовый, шоколад. Но я видел больных, когда и на яйца ели, какие-то салаты готовили. Но самый частый продукт, который вызывают пищевые, это цитрусовые. А самые редкие из вашей практики? Редкие? Да, редкие случаи, на что была аллергия у пациента. Ну, я не знаю. Это редкие какие-то особые духи. У меня одна, моя приятельница, она привозит какие-то особые духи из Франции. Вот на ней, а пользуется меня не может. Денег отдают, и я говорю, вот давай их сюда. Это вот так вот. Аллергия бывает даже, не представляется, на холодный воздух. Вот у меня, у племянника холодный. Нет, это я как раз представляю. И все. То есть зима, это для него страдание. Ну, в теплые страны, наверное, он уехал. Вот да, хорошо. Ну, знаете, я читала, что якобы в медицине описан единственный случай аллергии на человека. Ну, как вам сказать? Я знаю многих своих коллег, у которых аллергин свой начальник. Может быть, она не в прямом смысле, но и в таком образном. То есть он его не воспринимает. Это, скорее всего, не медицинская проблема. И препараты ему, наверное, не помогут. Хорошо. Ну, а все-таки существуют достаточно достоверные тесты? Ведь, наверное, главное определить этот аллерген, на что эти проблемы. Да, конечно. Если бы аллергия носит такой более тяжелый характер, мы уже говорили, что мы управляем к специалистам. аллергологам и монологам. Они проводят различные накожные тесты. И там их целый ряд. Исследуют кровь, например, на антителах иммуноглобулином Е. Там целый ряд стандартных методик по обследованию. Ими занимаются врачи, которые специализированы на это. Накожные пробы, там гипостенциализацию проводят. Мы же говорим о простых вещах, которые могут использовать. Вот почему фексофаст? Он продает, он безрецептурный. Вот почему о нем говорим? Его можно купить в аптеке безо всяких рецептов. И если вы четко знаете, а больные знают, что у него сейчас весь месяц будет аллергия, его используют раз в день. Требуется ли коррекция дозы для людей, ну скажем, пожилых и с заболеваниями печени и почек? Вот как в этом случае? Нет, препараты первого, второго поколения требуются. И прием их 2-4 раза в день, и упор делается, что пожилые, больные с заболеванием печени и почек, обязательно коррегировать дозу надо. А вот препараты третьего поколения, фексофаст, нет. И пожилым, и не пожилым, и заболеванием печени и почек. Одна, однократная доза, либо 120 миллиграмм, либо более тяжелой формы, 180 миллиграмм, один раз в день. Причем, самое интересное, нет никакого приема пищи, когда хочешь, и до, и после. Очень удобно. То есть, если забыл во время приема, Никогда нет у него связи с приемом пищи, у фексофаст, и поэтому он действует в любой ситуации. Ну хорошо, а вот вы говорите регулярно, там знаешь, что сейчас у тебя начинается острый период, быстренько купил себе препарат, пьешь. Но ведь многие антигистаминные препараты при приеме, там уже даже в течение 10 дней, вызывают привыкание и перестают действовать. Есть ли вот у фексофаста такая особенность? Название в медицине называют тахифилоксия. Вот у фексофаста, как третьего поколения, поскольку он ингибирует селективно, вот эти H1, ну такие медицинские, H1 гистаминрецепторы, которые, значит, у него элементы филоксии не отмечены, пока вот он сколько его использует в клинической практике, в отличие от препаратов первого и второго поколения. То есть, если взять классификацию вот этих антигистаминных препаратов, то есть всего три. Три поколения, три класса. И вот фексофаста – это последняя разработка и очень-очень перспективная. Ну а если человек, предположим, принимает какую-то терапию одновременно с фексофастом, насколько, вот как ему разобраться в совместимости? Вот это тоже проблема безопасности. Они с любыми нашими препаратами совместимы, вот этот препарат. И с кардиологическими, и с гормональными. Фексофаст не дает никаких побочных эффектов. Вот это вот, понимаете, это эффект вот этой точечной блокировки аж один рецепторов. То есть, он заблокировал тот рецептор, который нужно. Не все, потому что, и поэтому вот у него такая избирательность действия, и такая аккуратность о безопасности применения. То есть, это вот наука развивается, и они выработали вот этот вот препарат для лечения аллергии. Ну, а есть ведь люди, которые страдают круглогодично, например, вот аллергический ренит. Человек практически весь год вот у него то есть, то нет. Вот может ли фексофаст вот в этой, что в целый год? Фексофаст, как снять явление, он должен, конечно, обследоваться. Вы знаете, что, например, у нас дети прям наводнены всякими там глистами. Дисбактериоз, мы, конечно, должны первопричину постараться установить. То есть, есть внутренние аллергены, и есть внешние. Внешние, то, что мы вами говорили, это на улице, это бактерии, это там пыльца, пыль. А внутренние аллергены, когда белки, образующиеся внутри организма, они дают аллергизацию. То есть, больной должен быть обследован. И дети, прежде всего, например, на паразитов, взрослые люди на паразитов, плюс дисбактериозы, и на заболевания, когда белки образуются в организме и начинают аллергены быть. Ну, например, у человека заболевание почек, пилонефрит. И у него воздействие вот это вот там всяких внешних факторов вызывает образование белков патологичнее для самого себя. И он начинает реагировать уже на те белки, которые выработались у него внутри, гламеру, нефрит и так далее. И пока ты не вылечишь основное заболевание, то у тебя синдром аллергии так и будет присутствовать. Поэтому достаточно комплексная проблема. Надо идти регистрироваться к врачу, обследоваться, обследоваться как минимум на эти заболевания и лечить основные в дополнение к основной терапии. Хорошо. А если аллергия приносит какие-то страдания, но в принципе можно жить, можно как-то терпеть, и просто не заниматься ей, не лечить ее, что можно? Смотря какая аллергия, бывает разная, бывает разная. В основном она настолько доставляет неудобства, то есть то, что мы говорим, качество жизни, что ее заметить невозможно. Ко мне вот приезжают друзья, он бесконечно, сначала жена, а теперь муж, они кашляют, сморкаются, чихают, у них глаза красные, отекшие, и их само это раздражает, потому что они находятся в обществе. Но они не идут, не обследуются и не лечатся. Идут, идут, но очень часто не это самое, не находят причины. Ну вот привык, он вот без конца у него этот насморк, насморк, он там что-то капает себе в нос. Может это все-таки привести в конечном итоге к каким-то более серьезным последствиям? В серьезном аллергии, конечно. Мы уже говорили с вами о бронхиальной астме. Это тяжелейшее заболевание, оно имеет прогрессирующий характер. Потом, там знаете, там начинается с аллергии, а потом заканчивается уже аллергия и не имеет никакого значения. И анафилактический шок. Там смертность в анафилактическом шоке колоссальная совершенно. А один укус насекомого... Да, чего он может наступить? Например, укус насекомого. Особенно шершний, да, я слышу? Жиль неважно, кого хотите. Главное, что предварительно, что этот организм не переносит его. И один укус может, один укус может вызвать шок развития анафилактики с очень быстрым падением артериального давления и падением сердечно-сосудистой деятельности и смерти. Колоссальная. То есть там при анафилактическом шоке очень высокий процент летальности? Очень. Очень. Потому что, вы знаете, как правило, это возникает вне лечебных учреждений, где-нибудь там на Турбазе, пока ты приедешь, пока ты сделаешь. У нас есть препараты, которыми мы лечим, не только фиксофастом, это и стероиды, и симпатометики. Но ведь надо еще доехать туда, да, 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 когда в лечебном учреждении, например, там, как правило, на медикаменты, на медикаменты встречают, там мы помощь более быстро оказываем. И вот этот шок, он очень высоко смертелен, конечно, вне лечебных учреждений. Одним словом, вы не рекомендуете вообще шутить с любыми проявлениями аллергии, если я правильно поняла. Это патология, однозначно патология, которая должна занимать внимание и самого пациента, и его лечить врача. Это однозначно. Александр Анатольевич, спасибо большое за консультацию. Помните, что аллергию нужно не просто лечить, важно устранить аллерген, который к ней приводит. Меры должны быть комплексными, а здоровый образ жизни, диета, исключение выявленного аллергена помогут свести проявление аллергии к минимуму. Спасибо большое. Увидимся. До свидания. До свидания. Для тех, кого обрадует весна, нет слез и зудокожи, активность сохранить поможет. Надежный друг. Ваш Фиксофаст. Фиксофаст. Аллергии. Места нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова